Что такое эвтаназия? Эвтаназия – это процедура добровольного прерывания жизни человека по его же просьбе. Обычно для проведения процедуры есть показания в виде неизлечимой болезни или невыносимых мучений. Аналогичный термин используется для ветеринарной процедуры, однако она более распространена, нежели эвтаназия. Эвтаназия произошла от греческих слов «смерть» и «хорошо». Впервые эти понятия в медицинском контексте были использованы ученым Фрэнсисом быконом в конце XVI века. Он заявил, что врач должен не только исцелять пациента, но и избавлять от мучений, вызванными недугами, от которых нет лечения. Какая бывает эвтаназия? Активная эвтаназия в таком случае смертельная инъекция совершается непосредственно по просьбе человека. При активной эвтаназии врач должен получить разрешение родственников или самого больного. Происходит преднамеренное действие с целью прерывания жизни, и это всегда трактуется двояко. Бывает умерщвление и сострадание, врач прерывает жизнь пациента, переносящего жуткие страдания и не имеющего надежды на исцеление. Пассивная эвтаназия При пассивной эвтаназии жизнеподдерживающей лечении не начинается или пациент отказывается от ранее намеченного курса лечения. В таком случае пассивная эвтаназия – это когда смертельно больному человеку прекращают оказывать медицинскую помощь, что ведет к скорой естественной смерти. Такой вид эвтаназии называют методом отложенного шприца. Также сюда входит недобровольная эвтаназия, проводится без согласия больного, если он находится в бессознательном состоянии, решение принимают его родственники на основании соображения облегчить тяжелое состояние. Где разрешена эвтаназия? Нидерланды в 2002 году парламент Нидерландов утвердил список состояний, при которых врач может выступить ассистентом добровольному уходу больного из жизни путем смертельной инъекции или таблетки. Однако для того, чтобы провести процедуру, нужно дождаться одобрения решения от специального комитета по этике. В Швейцарии в стране эта процедура популярна среди иностранцев, так как разрешено проводить ее не только представителям местного населения, но и гражданам других стран. Помощь в искусственном умерщвлении больных осуществляется в специализированных клиниках. Бельгий закон принят в 2002 году, вслед за Нидерландами. Доступно только бельгийцам, постоянно проживающим в государстве. Есть ряд ограничений, больной должен быть в состоянии физического страдания, которое невозможно корректировать, в качестве ассистента выступает только давно лечащий пациента врач. Именно лечащий врач может купить набор для эвтаназии, который продается в ряде аптек. Известно, что большинство принявших добровольную смерть в Бельгии сделали это у себя дома. Шеэфтаназия в США легализована в нескольких штатах. Первым стал штат Орегон. Там приняли закон о достойной смерти, где указано, что врач прописывает тяжело больному человеку смертельную дозу, а введение лекарства инъекции осуществляет больной. В 2008 году закон приняли в Вашингтоне, еще через год, в Монтане. Позже присоединились Вермонт и Калифорния. Вообще эвтаназия на данный момент легальна в 10 штатах, Калифорния, Колорадо, округ Колумбия, Гавайи, Монтана, Мэн, Нью-Джерси, Орегон, Вермонт и Вашингтон. Канада в Канаде добровольно уйти из жизни могут неизлечимо больные люди старше 18 лет. По закону право на смерть в Канаде получили только граждане страны. Для иностранцев эта процедура недоступна. Большинство канадцев поддерживает закон, по которому их тяжело больные родственники могут легко расстаться с жизнью. При этом смерть должна быть обоснована предсказуемо. Мексика в начале 2017 года решилась на легализацию смерти по желанию. Тогда в Мехико приняли первую в истории конституцию города, включающую закона достойной смерти. Также сегодня стало известно, что жители Новой Зеландии на референдуме проголосовали за разрешение эвтаназии. Ее одобрили более 65% населения. Закон о ее легализации вступит в силу в 2021 году. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.